Сторожевые псы проходят вакцинацию. Уколы собакам начали делать из-за участившихся случаев бешенства. Только в августе зафиксировано уже 20 происшествий. Зараженных лис ветеринары отлавливают в Казани, Нижнекамске и Тукаевском районе. Уколов боятся не только дети, но и животные. Поэтому привить собаку по кличке Дина с первого раза ветеринару не удалось. А пес Гаврик сопротивляться не стал. Его спокойствию даже сторож удивился. Ведь, по словам хозяина, посторонних пес и близко не подпускает. Ну, больно. Он понимает, что надо, значит. Что мы ему плохого никогда не делали, не ударили ни разу его. Он какой здоровый он. Здоровяк какой. Ежегодно маршрут ветеринаров проходит через все предприятия, где есть сторожевые псы. В этот раз начались с организацией, находящихся в лесхозе. Два года назад здесь обнаружили бешеную лису. В этом сезоне в разных районах республики уже был объявлен карантин по бешенству. Тукаевский район, деревня Саитова. Один случай подвергнулся бешенству у собак. Скорее всего, эти собаки были в контакте с дикими животными, именно с лисами. И вот они перезаразились. 40 животных в день вакцинируют ветеринары в набережных Челнах. Но это только взрослые собаки. Щенков лекари не трогают. От 4 до 6 месяцев у них зубы меняются. И в этот промежуток нельзя вакцинировать. Потому что они трудно переносят прививку. После лесхоза ветеринары продолжат работу на предприятиях, находящихся на БСИ, в промком зоне и в направлении Мензивинского района. Прививки животным будут делать еще до 1 ноября. Светлана Салманова, Айгуль Нургалиева, Альберт Шафигулин. Вести Татарстан. Набережные Челны.